Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. В студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Воды должно хватить всем. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Абзагир Гусейнов прибыл в Кизлярский район, чтобы решить вопросы в сфере водоснабжения и водоотведения. Бесплатный пляж. Многолетняя мечта для инвалидов-колясочников в Дагестане станет реальностью. Проект реализует Федерация парусного спорта имени Гвоздева при поддержке фонда президентских грантов. Подробнее выпуски. Пять чемпионов мира на одном ковре. Дагестанские самбисты готовятся к чемпионату России в Чебоксарах. О подготовке расскажем в спортивном блоке новостей. Два крупных пожара произошли сегодня в центре Махачкалы. В многоквартирном доме в редукторном поселке и в другой части города в торговом центре по улице Яракского. Сперва появились сообщения о возникшем пожаре на складах рядом со зданием пассажа на улице Магомеда Яракского. Позже пожар перекинулся и на здание пассажа площадью в 2500 квадратных метров. Вслед за этим загорелся и офис фирмы АС по проспекту Петра Первого. В настоящее время пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. В связи с коллективным обращением аграриев относительно вопросов подачи воды для обеспечения сельхозугодий министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов посетил с рабочим визитом Кизлярский район. На сегодняшний день у аграриев существует проблема с подачей воды и водоотведением на новотеречной растительной системе и сбросном канале К6. Говоря о проводимых работах на коллекторе К6, куда сбрасывается вода с рисовых чеков, было отмечено, что на объекте протяженностью 40 километров сегодня уже работает одна единица специализированной техники. А с завтрашнего дня к процессу очистки будут привлечены еще две. Кизлярский район является одним из крупных районов по производству риса. Соответственно, нам необходимо до начала посевной кампании по рису для того, чтобы дать влагозарядковый полив, для того, чтобы обеспечить нормативную водоподачу. Вот эти все вопросы не возникают. Их нужно решить. Поэтому мы сегодня пригласили все заинтересованные стороны, выехали на место, убедиться, в каком состоянии находятся подающие каналы, сбросные каналы. И тем самым найти формулу, опять-таки, повторюсь, найти формулу, которая позволит нам собрать максимально урожай риса. Потому что конечная цель – это получить большой урожай, эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть. В России подорожают практически все непродовольственные товары. Цены начнут расти из-за новых нормативов, которые предусматривают полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Сейчас этим занимается лишь часть производителей. Другие уплачивают экологический сбор. Сильнее всего подорожает бытовая техника почти на 15%. На 9% могут увеличиться цены на электронику. И на 5% подорожает одежда. Бесплатный пляж для инвалидов-колясочников откроют в Дагестане к лету 2020 года. Стоимость проекта составляет более 1,3 млн рублей. Он будет реализован Федерацией парусного спорта Дагестана имени Гвоздева при поддержке фонда президентских грантов. Около 1 млн – это средства гранта, а еще более 300 тыс. рублей будет вложено инициаторами самостоятельно. В рамках проекта планируется приобрести несколько специальных плавающих колясок, построить туалеты, душевые, обустроить спецплощадки, организовать сопровождение отдыхающих спортсменами Федерации. Кроме того, на берегу будет создана особая зона отдыха с шатром и шезлонгами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в России всего шесть подобных пляжей, большинство из них платные. Пробудить у молодежи интерес к истории, в том числе на примерах героизма, проявленного на полях Великой Отечественной войны. С такой целью на базе Медицинского колледжа имени Башларова и Гуманитарно-педагогического колледжа прошел полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности», приуроченный в этом году к 75-летию Великой Победы. Конкурс проводится среди учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики Дагестан. Он призван стать школой исторической памяти для подрастающего поколения и послужить уроком духовности и патриотического воспитания. Организаторами конкурса выступили Министерство национальной политике и делам религии Республики совместно с ДГИ и Правовой Академией. С места проведения полуфинала Абдулла Алиев. Любить свою родину и чтить память предков. Для дагестанцев эти понятия очень важные. Но не просто в наше время побудить современную молодежь отвлечься от повседневной суеты и обратить внимание на важнейшие страницы истории страны. Чтобы справиться с этой задачей и сделать историю ближе и понятнее, уже не в первый раз проводится конкурс «Золотые правила нравственности». Он призван обогатить представление обучающихся о значении героической победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это одна из главных задач конкурса в этом году. Сегодня идет на первой площадке, где полуфинал разыгрывается. В каждом округе будут проходить такие полуфиналы. А потом в итоге финал мы будем проводить в Махачкале, в Доме дружбы, где будет свыше тысячи человек собраны. Есть соответствующие призы и так далее. Но самое главное, здесь не будет, скажем так, проигравших, потому что каждый человек, который принимал участие в этом конкурсе, он становится нравственно выше, чише, включая их преподавателей, включая членов жюри, включая тех, которые будут присутствовать на этих конкурсах. При подготовке к конкурсу участникам необходимо было обратить особое внимание на то, что в Великой Отечественной войне принимали участие представители всех конфессий. Их вера была составляющей частью любви к Большой Родине. На торжественное открытие конкурса прибыли представители традиционных религиозных общин республики. Было не раз отмечено, что это просветительское мероприятие способствует укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. Вообще золотые правила нравственности – это правило милосердия, в первую очередь. Это правило справедливости, это правило взаимности, что лежит в основе золотых правил нравственности. Не пожелай другому то, что ты не хочешь, чтобы тебе пожелали. Не поступай к другому человеку так, как ты не хочешь, чтобы к тебе поступали. Вот основные постулаты. Сотни детей прошли отборочный этап и добрались до полуфинала. Новшество конкурса в том, что здесь им нужно было представить свои лэпбуки, интерактивные тематические папки. В качестве иллюстрации конкурсанты использовали общеизвестные примеры подвигов героев войны и свои семейные истории. Все участники данного конкурса приобретают нравственное воспитание. Они уважают своих предков. И, если честно скажу, всегда нужно помнить о подвигах наших героев, ветеранов. Для меня этот конкурс – это, в первую очередь, то, что мы вспоминаем об этих людях, которые для нас отдали свои жизни, которые не боялись в тот момент, когда у них тоже были семьи и дом. У них все было, но они не побоялись пойти на войну и защитить нас. Если бы не у них, нам бы сейчас не было, мне кажется. Каждый из них уже по-своему победил, так как приобрел бесценный опыт. Но дальше пройдут, увы, не все. Финалистов будет ждать новое испытание, где главными помощниками станут знания об истории своего отечества и любовь к родине. В финал конкурса пройдут три команды из каждого театрального округа по каждому уровню образования. В завершающем этапе им предстоит показать театрализованную сценку. Напомним, что главной целью этого конкурса является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Седьмой фестиваль аварского языка прошел накануне в Махачкале. В фае театра развернулась выставка-ярмарка книг, газет, мультимедийной и печатной продукции. Участниками события стали представители Цумадинского, Гумбетовского, Ботлигского и многих других районов республики. Перед началом мероприятия гости фестиваля смогли ознакомиться с экспозицией книг и газет, а также мультимедийной и печатной продукцией на национальных языках. Далее состоялась торжественная часть. На сцене выступили творческие коллективы нашей республики. Мероприятие, ставшее традиционным, направлено на сохранение и развитие языков и традиции народов Дагестана и приурочено ко Всемирному дню родного языка. 9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией. В честь памятной даты спортивная школа «Олимп» провела футбольный турнир, в котором приняло участие более 300 детей. Подробности в материале моего коллеги Камиля Девятова. Ему слово. На футбольном поле столичной школы номер 59 собрались игроки 2008 и 2009 годов рождения. Ребята приняли участие в футбольном турнире, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Играть мальчишки будут на качественном поле, как настоящие профессионалы. Очень часто проводятся мероприятия на базе нашей школы. Очень много детей с нашей школы занимается, в частности, в этой школе. И я думаю, что такие праздники на самом деле сплачивают детей вокруг одной цели, вокруг спорта. Я думаю, такие мероприятия надо часто проводить. Чемпионат внутриклубный. Футболисты, показавшие лучший результат, имеют все шансы отобраться на первенство страны, сообщают в тренерском штабе. Внутришкольный турнир, обхват детей у нас около 300 человек на этом турнире будет участвовать. Мы будем смотреть, планируем дальнейший отбор сделать на кожаный мяч, летом, который будет чемпионат России, туда поехать. И поэтому с этими целями работаем. Эти соревнования очень важны для ребят. Здесь они набираются опытом, преодолевают первые трудности большой игры, становятся сильнее, а главное, почувствуют вкус победы. Пять чемпионов мира на одном ковре. Дагестанские самбисты готовятся к чемпионату России в Чебоксарах. Турнир в столице Чувашской республики стартует послезавтра, 27 февраля. В стане команды перед ее вылетом побывал Курбан Рагимов. Он узнал, с каким настроем спортсмены подходят к соревнованиям. Игра в рэкбол как часть подготовки самбистов к соревнованиям. Так опытнейший тренер Зайнулав Гасанханов привносит разнообразие в программу занятий. До начала чемпионата страны остаются считанные дни, поэтому все нагрузки уже идут на спад. Сборную Дагестана в Чувашии представят 35 спортсменов. Все нагрузки позади. Сейчас уже в основном, кто начинает весь гонять, придерживать весь, диета. Вот сегодня уже как бы чуть-чуть игровые дни у нас. Чтобы быстро, аккуратно, чтобы согреться перед тренировкой. Настроение, конечно, боевое у ребят. Сборок не было в этом году, поэтому приходили и как бы сами готовились. Я тренировал, отец тренировал, вместе готовили ребят. К своему главному старту сезона самбисты подходят основательно. На одном ковре работают пять чемпионов мира разных лет. Наряду с местными спортсменами готовятся и земляки, ныне представляющие Москву, Магомед Магомедов и Раймонд Магомед Алиев. Первый в прошлом году выполнил норматив заслуженного мастера спорта, но теперь поставил перед собой новую цель. В истории Дагестана еще нет трехкратного чемпиона мира по официальной версии. И вот моя цель стать первым дагестанцем, который выиграл три раза чемпионат мира. Ну, здесь есть соперники мои тоже, с кем я уже неоднократно встречался. Это Саид Саидов, Султан Алиев. На тренировках мы как братья работаем, делимся опытом. На соревнованиях приходится выходить, драться. А так, в целом, у нас здесь атмосфера хорошая, дружелюбная. Еще один чемпион мира Мухтар Гамзаев последние два года на внутренней арене был вторым. Махачкалинец также намерен достичь самого высокого спортивного звания. А потому золотая медаль на предстоящем чемпионате нужна ему как воздух. Дополнительным стимулом для Гамзаева и его партнеров станет материальная поддержка, которая полагается самбистам за победу на чемпионате мира. Для меня это всегда было, я когда пришел в боевом самбо, я вначале занимался ударкой. Как сюда пришел, мне было тяжело, я сначала бороться не умел. У меня вот раз он научил бороться. Четыре года я ехал, это часто говорят, ехал и каждый раз я проигрывал. Для меня лично было первую очередь самому себе доказать, что я выиграю этот чемпионат России, выиграю этот чемпионат мира. Конечно же, зарплата об этом тоже, конечно, это тоже уже и возраст, чемпион мира. Чемпионат России по боевому самбо стартует в Чебоксарах 27 февраля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего вам хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин